Друзья, привет. Решила снять небольшой отрезок моего пути. Просто кому-то понравится, кто-то что-то знает знакомое в этом походе небольшом. Мы идем по улице Зорги. Идем по направлению к железнодорожному управлению. Сейчас перейдем улицу Низами. Скажу вам цель моего похода. Смотрите, какая плакучая ива прекрасная. Какой? Тут две, даже три. Замечательные ивы. Красиво. Проходим под ивами и движемся дальше. Я иду на улицу Доляра Алиевы, бывшая Первомайская. Совершенно случайно однажды я сошла с первого автобуса, который останавливается, не доезжая, садик Асамеда Вургона по Доляра Алиевой. И там я обнаружила магазин с грузинскими сырами, которые я очень люблю. Вот, я взяла несколько видов, всех по кусочкам. А именно, там было два вида сулугуни, копченый и простой. И такая вот хорошая такая терпкая брынза. Ну вот, вот этот простой белый мы уже съели. Я решила подкрепить наши запасы. И вот хочу прогуляться. Тем более, я помню, кто-то меня не так давно просил снять чуть дальше по Доляру Алиевой, дальше по направлению к чайной фабрике. И раз есть такая возможность, почему бы и нет. Как раз я пройду до угла. Я часто еду с той стороны на машине, но, естественно, что с машины я не могу снимать. Поэтому мы это сделаем сейчас. Справа железнодорожное управление. Это улица 28 мая. Перед нами садик Асамеда Вургуна. Пройду к переходу и перейду на ту сторону. Ну вот, наш светофор, и мы идём. Переходим. Сегодня погода хорошая, но во второй половине ожидается небольшое понижение температуры, осадки. И завтра на пару градусов температура упадёт. Вот. Ну, пока хорошая погода. Я прогуляюсь. Смотрите, зелёный садик Вургуна чудесный. Вот сейчас самое время так хорошо. На любой скамеечке можно посетить. И на солнышке, и в тени есть огромные тополя. Огромные деревья, тень, зелень. Замечательно. Детишки гуляют вон. Всё, мы не будем останавливаться. У нас есть цель, и мы к ней идём. Мы с моей дочкой любители сыра. Завтрак без сыра. Хорошая горбушечка, хорошее сливочное масло. И именно белый сыр – это что-то невообразимое. Без этого завтрак не завтрак. Вот здесь у нас переход по умолчанию. Аккуратненько перейдём на ту сторону. Это у нас улица Даля-Роливы, бывшая Первомайская. Слева машин нет. Справа мы потихоньку переходим. Синий нас не пропустил. И так мы прошли. Всё. Так, друзья, будем смотреть, где наш магазин. Значит, остановка где-то там. Вернёмся назад по этой аллее зелёной. Так. Мы сделаем так. Я сначала дойду до конца. Вот, честно говоря, не знаю, что именно хотела подписчица. Просто эту дорогу или конкретно дом. Дело в том, что за этими высокими кипарисами дом не виден. Вот. Кстати говоря, во дворе последнего дома у меня жило несколько знакомых. Хозяин моей второй собаки. Игорь. И жена его Диана. Наши родственники там живут. Вот надо зайти в ту арку. Мы сейчас так и сделаем. Заглянем в арку. Чуть-чуть снимем двор. Но там уже внутри новые тоже новостройки. И потом пройдём. Потом пройдём до конца этой улицы. Друзья, вот переулочек, как он называется, я не знаю. И вот наша арка. Давайте зайдём в неё. Вот дом. Вот арка. Заходим. Заходим. Не знаю, надо кому-то этот двор нужен, не нужен. Вот там очень хорошая новостройка. Хороший двор, красивый. В общем, вот так здесь, вот так. Больше не буду снимать, потому что кому-то это не нравится. Возвращаемся и дойдём до конца. Поворачиваем налево. Когда движешься активно, то жарко. Где дует ветер, продувные улицы, там чувствуется, что ветер холодный. Вот у нас такой базарчик небольшой. Замечательный. Это у нас чёрный инжир. Я его обожаю. Чёрный инжир. А, сколько стоит чёрный инжир? Вот, вот. Да, сколько? Дёрт. Всё, ребята. Ага, якши, якши. Это у нас что? Это у нас боярышник. Или это облепиха? Это облепиха, наверное. А, якши, идёк, всё. У нас вот малина есть. В общем, есть всё, короче. Что, что хочет, тот, то и покупает. Всё есть. Так, движемся дальше до конца. До конца, друзья. Были бы деньги, и можно купить всё, что хотите. Ну, это сейчас везде так, я думаю. Везде всё есть. Даже в самом маленьком городке, в самом маленьком городке, обязательно есть огромный супермаркет, где много-много видов каждой продукции. И можно купить что угодно. Согласно бюджету, есть подороже продукты, есть какие-то более скромные кусочки. Выбор большой, я думаю. Сейчас грех жаловаться на то, что чего-то нет, на какой-то дилицит, как раньше это было. Боже мой, я помню, как мы замолочены не стояли в очереди. Это было что-то. Итак, мы подходим к углу. Здесь уже тупик. Это улица Кёш-Кяпи Сафароливы. Вот. Давайте посмотрим. Вот такая у нас улица. Вот здесь там всё уже ломается, всё загорожено. Новостройки и т.д. Вот так, друзья. Туда я дальше не пойду. И всё, я заворачиваю налево, обратно. В обратную сторону. И пока прервусь. Мне нужен мой грузинский магазин. Ну вот, друзья. Мой поход увенчался успехом. Я взяла кусок белого сыра, такого пресного. Сулугуни не было. И бутылочку вина. И бутылочку вина. Бутылочку вина Рокоцители. Почему бы и нет? И всё. Я нагрузилась и пойду домой. Сейчас я перейду дорогу. Теперь идём в обратном направлении. Перейдём к садику Самида Бургона и посидим на скамейке. И подумаем. Подумаем о том, что же у нас происходит. Какие новости, какие планы. Что мы думаем, что мы чувствуем. Вспомнив свой вчерашний денёк. Дрессировку малыша. Надо проанализировать. Чтобы его более продуктивно дрессировать. Так, одной рукой трудно выключать телефон. Всё. Вот наш садик. Друзья, всем желаю хорошего настроения сегодня. Конечно, не у всех такая хорошая погода, как у нас. Но у нас тоже впереди и дожди, и ветры. Бакинцы знают нашу плохую погоду. Когда ветер залезает во все щели. Во все не застёгнутые пуговицы. И всё, друзья, пока. Желаю всем всего хорошего. До новых встреч. Сижу вот на этой скамеечке пустой. Подышу воздухом. Я бы чиндер, конечно, взяла на эту прогулку. Но в магазин запродуктовый не пускают собачек. Всё, я села на скамейку. Прямо около памятника. Сами до Бургуна. Напуте в садик Ильича. Всё, друзья, на сей раз действительно пока. Друзья, так интересно. Вон женщина пошла. Видите? В сумке у неё лаваши. Ну, такие не маленькие по 10 штук, кругленькие. А большие лаваши. Большие. Села, ну, предложила купить. Я купила пачка манат. Я купила пачка манат. У неё поднялось настроение, что торговля идёт. И она пошла дальше. Теперь у меня есть белый сыр, у меня есть вино и лаваши. Друзья, это просто удача. Вот такие, видите, они крупные. Большого размера. Из них можно сделать очень хорошую тоже. Вот туда положить сыр, зелень, помидорик, болгарский перец. Завернуть и поджарить. Это вообще вкуснятина. Так тоже можно сделать. Что угодно можно с ними сделать. Вот что угодно. Завернуть любую начинку и поджарить на сковородочке. Жарим лаваши с сыром, помидор, болгарский перец и зелень. Ну, шоу сум, друзья? Спасибо.